Мне вот кажется, что наши персонажи совершенно не подходят друг к другу. Мне не кажется, что это будут долгие отношения, мне кажется, что через пару месяцев или пару лет мы точно не останемся. Можно так глазками это позаигрывать, как бы никто и не заметит. У меня даже отец был против. У нас и до съемок с Вовой были... Всем привет! Меня зовут Халдеева Кристина. Сейчас мне 18 лет. На момент съемок мне было всего 15. В фильме «Остров справления» я исполняла роль Люды. Съемки в этом фильме оказались значительное влияние на мою жизнь и на мои интересы. Сейчас я занимаюсь своим собственным проектом. Это мой короткометражный фильм. В дальнейшем я планирую поступать в театральный институт и связывать свое будущее с кинематографом. Всем привет! Меня зовут Вова Худаян. Я играл Руслана в фильме «Остров справления». Мы снимали его в 2017 году. Тогда мне было 16 лет. Сейчас мне уже 19 лет, на удивление. Что? Я занимаюсь творчеством? Так можно говорить? Да, творчеством. Я фотографирую, снимаю видео, пишу разные тексты. Люблю уходить в театр, в кино. Что? Учусь. Но как бы это не основное сейчас. Потому что мы говорим о творчестве, а не о учебе. Скучаю. Пострюлю. Пострюлю. Знаешь, мне вот кажется, что наши персонажи совершенно не подходят друг к другу. А вот ты что? Почему? Потому что моя героиня, а твой персонаж он такой скромный, а она не скромная. Ну, не знаю, мне кажется. Ну, вообще, я тоже думаю, что они по-любому бы расстались. Мне кажется, ну, не она его бросила. Они сами, ну, пришли. Ну, мне кажется, что это его идея, наверное, была расстаться. Скорее всего. Ну, слушай, вот если бы было продолжение после фильма. Они бы расстались. Они бы сразу расстались? Нет, мне кажется, это было вот как бы в течение всего фильма они бы осознавали. Ну, или... Два варианта. Или там спустя время они уже расстались. Или вот в течение всего фильма они осознают, что нет, всё-таки мы разные. У меня даже отец был против. Ну, в начале. В начале, когда он говорил... Твой папа? Твой реальный папа был против? Нет, нет, нет. А у нас с Людой тоже были планы. Смотри, он рисковал отношениями с отцом ради отношений с Людой. Ну. И о чём это говорит? Не знаю. Ну, парень был, наверное, влюблён. Паренёк. Да. Ну, а потом ему-то все разбили. Чувства отключают мозги, понимаешь? Ну, да. Не, вообще моя героиня, она очень странная. Она сначала вот с твоим персонажем, потом, мне кажется, что... Ну, он ей как-то начинает надоедать, и она думает, нужно какой-то свежий глоток воздуха, а тут появляется какой-то Матвей, и она думает, так, ну, как бы, можно так глазками это позаигрывать, как бы никто и не заметит, вот, потом на дискотеке то с одним, то с другим, с третьим, вот. Вот, ну, в общем... В смысле с третьим там был? Слушай, если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого не было. В общем, очень странная у меня героиня, я вообще не знаю, как я её сыграла. Это не на камеру, потом тебе расскажу, кто по-третьим. Вообще, ну, я бы не сказал, что это была прям, так, ну, типа, по идее-то, мне кажется, здесь не было никакой измены, господи, всего-то, ничего такого не было. Просто Руслан всё себе напридумывал. Ну, типа, ну, реально, ну, а чё они такого, они... Я даже не понимаю момента, ну, вот. Нет, я понимаю, почему он ушёл, но, как бы, с моей стороны, вот, как Вова в свои 19 лет, говорю, что это бред. Ну, то есть, он просто увидел, как они танцуют, встал и ушёл. А, нет, как это было, он увидел, как они танцуют, потом он предложил пойти домой, ты отказалась, она, Люда, отказалась. Она сказала, пошли, ну, пошли ещё посидим, а ты такой, нет, я спать. Вот так вот. И всё? Ну, да. Она же тебя позвала, а ты не пошёл, это твои проблемы. Ну, вот, я тоже думаю, что это его проблемы, ещё он ушёл. А, ну, ясно, что он ушёл. Но он обиделся. Он ушёл, да, чтобы его искали, чтобы привлечь внимание. Влечь к себе внимание. Ну, обычно, кстати, так девушки делают. Вот, я всегда так делаю, вот, на всяких тусовках, когда, короче, например, там, мой парень рядом, да, и ещё остальные рядом. И я понимаю то, что мой парень со мной как-то мало взаимодействует. Я такая беру, просто ухожу, да, и потом жду. Я сижу и жду, ты не поверишь, я могу полчаса сидеть, пока меня не найдут. Кстати, ты знаешь, что на момент съёмок вообще-то у меня был парень. Да, я знаю. Да, поэтому это было, конечно, сложно играть. Вот это был тот третий. Это было целое испытание. Ну, давай посмотрим что-нибудь ещё. А что? Вот, смотри. Я вижу, да. Ну вот, видишь, он... Ну, кстати, вот этот уход, когда он уходил... Я вообще боюсь собак. В принципе, рассказываю историю. Я её постоянно рассказывала на творческих встречах, сейчас тоже расскажу. Я боюсь собак, в принципе. А вот здесь мы снимали три или четыре дубля. Это было в Зальцовском парке. Я иду, и там идут на меня собаки. Там шло... Сколько их было? Три? Да, на меня шло три собаки. Они такие прям большие. Они что, в кадр попали? Там, кстати, видно. Там видно. Это ещё похоже, будто бы это волки. Ну, реально. А я иду, я иду, и думаю... Ты идёшь на встречу. Господи, Анна, скажите, пожалуйста, уже стоп. Скажите стоп. А я иду так ещё уверенно. Они тоже собачки так смотрят, и... Ну, нет, я показал их слишком... Это были специально обученные собаки. У нас в фильме, кроме людей, ещё есть комары из красного пакета. Да, комары специально. Да, и есть собаки. Ты думаешь, что это были просто собаки? Ну, я прям боялся. Это были актёры собаки. Всё, мы идём, Анна говорит, стоп. Я успокаиваюсь, возвращаюсь. И Виталий говорит, ну, я бы ещё дублик сделал. По фокусу не попали. Да, да, по фокусу не попали. Я думаю, господи, не надо. И я каждый раз шёл, а собаки-то тоже приближаются. И мне кажется, там где-то вот последний кадр вошёл, поэтому их и видно. Вот. Это было очень... Так сказать, что-то мне оёкнуло в сердце. Я боялась. Немножечко. Здесь, когда мы уезжали, только в этот... Только отправлялись на остров. Вот, видишь, мы на фоне, вот на фоне... Я рассказывал о том, как на фоне... Ты мне умничал про эти ранетки, да. Я помню. А потом, когда мы ругали... Что ещё у нас было? А, потом, когда мы пошли на лодку, и мы там с тобой перепирались, мы уже не знали, о чём перепираться, а нам Анна говорит, ребят, ругайтесь до последнего. Давай ты больше не будешь закатывать мне истерики. Потому что люди могут посчитать тебя ненормально. И вот каждый дубль... Да, кстати, это так ещё... Мы просто уже устали ругаться с тобой. Мне ещё кажется, что это так, ну, даже как-то неестественно выглядит. Они расходятся, сходятся. Ну, не знаю, я никогда не ругался. В связи с кем так агрессивно в отношениях. Вот. И что? Ну, типа, мне кажется, это очень смешно. Ну, смешно-то, да. Но нам постоянно говорили, ругайтесь, ругайтесь, ругайтесь. Я ещё сказал, что... Актёрская задача была. Да, просто постоянно. Там ещё, когда на фоне у нас... Когда мы только с Матвеем первый раз увиделись, с этими мотоциклистами, вот, там мы тоже на фоне ругались вроде бы, да? Вроде бы, да. Да, потом я увидела Матвея, и всё. И всё. Это была любовь с первого взгляда. Ребята, вы целовались? Нет. Нет. Да, блин, надо было как-то по-другому обвесить. Ну, в кадре нет. Нет. Подождите. Кто знает, как вы там все намонтируете? Полностью всё встанье. Нет, мы не целовались, мы не встречались. У Кристины был парень о время отношений, и я уважал, и Кристина, и её молодого человека. Хотя, кстати, у нас постоянно спрашивали, вот даже, вот как его, парень, господи, я забыл, как зовут парня, который играет. Что? Владу? Нет, который из... Максим Данилов? Данил Максимов. Вот, он мне говорит, что я вот смотрел, и я очень долгое время, он думал, что мы с тобой реально встречаемся в жизни, и он думал, что меня зовут так, как звали твоего молодого человека. Нифига себе. Вот, он мне говорит об этом. Не знаю, он мне говорит, я вот долго думал, а потом, где-то на премьере я узнал, что тебя, оказывается, звали Вова. Ну вот же, смотрите, кадр, где за кулисами вы целуетесь. А-а-а, точно! А я и забыл про этот кадр вообще. Ой, честно, я забыл. Ну, знаете, в кино все можно сделать. Кстати, у меня был, у меня есть кадр, ну, то есть, я же снимал постоянно в какие-то блоге, там, видео со съемок, вот. У меня там есть кадр, где реально снимают, как мы вот так подходим и отходим. Кстати, надо, я поищу, если что, я вам отправлю, но я не думаю, что у меня по-любому сохранилось где-то. Надо поискать. Ну, там реально очень смешно, мы там подходим, максимально близко, прям вот уже, вот так. И как бы, ну, по идее, это уже у нас нет в кадре, мне кажется, Анна просто снова решила так. Шутить, шутить, подержать нас. Давайте, творческий эксперимент, давайте, как вы это делали, покажите, что. Блин, в смысле? Ладно, давай. Ну, так, отходим и подходим, как это? Мы подходили вот так. Так, подожди, надо слова вспомнить, какие там были слова. Э-э-э, все. Я ледю тебя. Нет, подожди, я там что-то... А, все нормально? Точно? Точно, иди. Я был, кстати, в этой футболке. И я в этой была, но не сегодня. Иди. И все. Да, ты говоришь, я люблю тебя, и мы внялись, и... Ну, все, хватит, Денис Петрович! Молодный эксперимент. Ну, как бы... Ну, вот так мы потянулись, и все, но мы не поцеловались. По-любому это, знаешь, сделать стоп-кадр, кликбейт, там, на обложку. Да, да, да. Актеры целуются. Тебе есть 18? Вообще-то есть. Да? Уже, да. Аня. А тогда было 15. Как она выросла быстро, господи. Да, уже все. Реально 18 есть? Да. Уже я... Вов, ну что, твой персонаж, Руслан, был влюблен в людо? А он, мне кажется... Ну, да, наверное, ну... Ну, вообще, да, мне кажется, потому что, ну... Ну, он же сбежал из нее. Он же сбежал из нее, так что, да. Ну, мне кажется, что он был не влюблен. Вот. Но мне не кажется, что это будут долгие отношения, мне кажется, что через пару месяцев или пару лет они точно расстались. Слышишь, Люд? Твой персонаж ботаник? Ну, не знаю, наверное, нет. Но в плане он, может быть, заучка, такой скучный человек. Ну, а чтобы прям зубрить, я никогда не думал, что он прям все. Мне кажется, Даша была больше ботаником, чем... Он был просто зажатым, неуверенным в себе закомплексованным пареньком, которому повезло во втором классе познакомиться с Людой. Вот. И он как бы и уцепился за нее. Вот. А вообще, ну, я не думаю, что он прям ботан-ботан. Ну, как бы он много чего знает, но он это узнавал, мне кажется, не для себя, а для того, чтобы поражать Люду. То есть, он там есть сцена, где он есть что-то про... Ну, это на фоне, но я-то знаю. Он там... Я ей объяснял про ранетки. Я говорю, вот ранетки назвали ранетками в честь двух влюбленных, которые ран и дед, что-то вот такое было. Но это все не для того, чтобы, о, блин, хочу узнавать, чтобы узнавать. Это хочу узнавать, чтобы удивлять Люду, и Люда в меня влюблялась больше. Понятно. А на нашем канале в Ютьюбе в комментариях очень серьезная дискуссия по поводу того, что только дегенераты кидаются едой. Как ты отреагируешь вообще на это? Я каждый раз, когда читаю... Вообще, как я не надо читать комментарии, но я все-таки иногда захожу, читаю, и там... Ой, дебилы, зачем вот едой кидаются? Дети в Африке голодают, а они едой кидаются. Мажоры настоящие. Вот. Ну... Ну, это же... Ну, реально же люди кидаются едой. Ну, я вспоминаю, мы как-то в классе седьмом тоже в школе кида... У нас было черепитие, ребята начали кидаться конфетами, мандаринами. Потом на нас ругались тоже, но... Я не думаю, что это... Хотя, ну, по идее, да, не надо бы кидаться едой. Но это в рамках фильма. Это же как бы... Мы показываем то, чего не стоит делать в реальной жизни, да? Да? То, чего нет в реальной жизни. Не знаю. Ну, есть какой-то положительный пример к этому? Да, конечно. Вот это, мне кажется, один из немногих отрицательных примеров. А все остальное это очень положительно. Ну, то есть, ну, там, поддержка друзей, помощь... Помощь деревенским, ну, конкурсам. Ну, они же сейчас платились. Там сделали крутой номер. Пап, останови машину! Что случилось? Пап, останови машину! Ну, не можем не спросить, что это у тебя за футболка. Футболка, специально, я ее позавчера нашел. Думаю, о, в этом пойду на интервью. Футболка, она из фильма у нас в конце, в финальной сцене, да? Ну, вот, мы пели песню «Город и село», вот в этой футболке. «Современное село». У меня есть такая же, с Байкалой. Реквизит. Ну, вы разрешили ее взять. Я ее не украл. Сказать, ну, берите на память. Я ее боюсь стирать, потому что я боюсь, что она смоется. Кристина, первый вопрос от зрителей. Правда ли у вас были отношения с Русланом? Господи, сколько раз мне задавали этот вопрос. Ну, на самом деле, у нас и до съемок с Вовой были очень теплые, дружеские отношения. И во время съемок они только укрепились. Но, к сожалению или к счастью, мы были просто друзьями. А никакой любовной линии не случилось. Кристина, боялась ли ты режиссера? Да, было такое. Потому что, когда снимаешься, особенно если это твой дебют, ты хочешь показать себя с лучшей стороны, понравиться там всем. И, естественно, побаиваешься режиссера. Но, мне кажется, Анна нашла к каждому какой-то свой подход. И поэтому все было отлично. Вопрос очень важный. И подписчики и зрители спорят об этом. Пожалуйста, ты должна нам сейчас проставить всю правду. Кристина, Люда изменила Руслан? Ну, знаете, это, так скажем, у нее был путь нравственных поисков. Вот, если сравнивать это с произведением «Война и мир», изменила ли Наташа Ростова Андрею Балконскому или нет, тоже большой вопрос. Поэтому здесь я не могу ответить однозначно. Скорее, это были некие нравственные поиски, нежели явные измены. Образ Люды вместе с образом Руслана. Это чья идея? Я так понимаю, что это идея нашего продюсера вместе с режиссером Анной Протоковила. Ну, ведь именно они писали наш сценарий. Самый сложный вариант с режиссером. Самый сложный. Вы знаете, это, наверное, сцена выпускного. Это был самый длинный съемочный день. Он длился 18 часов. То есть и подготовка, и сами съемки, и затем после съемок сколько нам всего пришлось убрать. Это заняло большое количество времени, потребовало большое количество ресурсов. Однако это дало очень качественный, крутой результат.